Слава Господу, дорогие братья, дорогие сестры, что Бог дал нам сегодня, это прекрасный день, и мы вместе можем, как поем салом, окружим Иисуса Христа. И подойдем мы в молитве, потом к Слову Божьему. Сегодня у нас будет интересная тема, которая в жизни нашей необходима, потому что то, что мы проходим сегодня, и еще какое-то время будем проходить, эти темы, которые сегодня мы проводим, они так и называются, внутрицерковное образование. То есть внутрицерковное, те обстоятельства, которые есть в жизни нашей, то, что мы часто встречаем на наших путях, и то, что необходимо. Мы будем читать местописание, и тема сегодняшней нашей беседы, это, чтобы не было, чтобы не было в народе Божьем паники, суеты, присыщенности, недовольства, но чтобы в народе Божьем присутствовал Божий страх. Вот, вот это такая тема, чтобы не было в народе паники, суеты, присыщенности, недовольства, но чтобы в Доме Божьем, в Церкви Господней присутствовал страх Божий. Первое местописание, которое мы будем читать, это будет послание Якова, потому что очень важно сегодня, друзья, чтобы мы, как дети Божьи, могли вникать на Слово Божье, которые всегда нам дают понимать через Слово Божье присутствие Бога в нашей жизни. Через Слово Божье мы познаем Его пути, через Слово Божье мы познаем свое сердце, через Слово Божье мы познаем свою совесть, через Слово Божье мы познаем наши отношения с Господом, и также, друзья дорогие, и общение друг с другом. И поэтому, пять моментов, о чем мы сегодня говорим, это страх Божий, паника, суета, присыщенность и недовольство. Итак, друзья, мы начнем со страха Божьего. Когда мы читаем 110-й Псалом, Псалом 110-й, и 10-м стишком написано, «Начало мудрости – страх Господен, разум верный у всех, исполняющих заповеди Его, хвала Ему пребудет вовек». И смотрите, насколько вот страх Божий имеет как бы будущность, будущность имеет силу в настоящей жизни, и мы видим, что как многое зависит от страха. Но видим, что если мы желаем быть мудрыми людьми на земле этой, потому что отсутствие страха Божьего, оно, если так можно выразиться, дает возможность попасть в число немудрых дел. Потому что начало мудрости – страх Господен. То есть для того, чтобы быть мудрыми девами, нужно иметь мудрость. Начало мудрости – страх Господен. То есть если у человека есть страх Господен, это только начало мудрости. А мы знаем, что были немудрые девы, значит, у них не было страха Господнего. И они потеряли масло и не были готовы ко встрече с Господом. Итак, мы читаем, друзья дорогие, что такое мудрость. То есть если есть страх Божий, если есть страх Господен, значит, у нас есть возможность иметь от Господа мудрость. И вот Иакова 3 глава, с 13 сишка, послание Иакова, 3 глава, с 13 сишка мы читаем, по 18. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство, и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». И так мы видим, друзья, что есть четыре вида мудрости. Четыре вида. Есть мудрость земная, есть мудрость душевная, есть мудрость бесовская, а есть мудрость, сходящая от Господа свыше. Вот четыре мудрости. И поэтому, когда сегодня люди говорят, вот какую Бог дал мудрость человеку, атомную бомбу сготовили. Да? Я думаю, тут нужно подумать, чья это мудрость. Или Божья, или что-то другое, потому что Бог, Он спасает. Оказывается, есть мудрость на убийство, да, и делать очень многие вещи, да, ружья там и все остальное для уничтожения человека. То есть, может быть, душевная, земная мудрость, бесовская. А вот мудрость, сходящая свыше, вот мы читаем ее качество. Во-первых, она чиста. Да? Потом мирна. Оружие не готовит, да? Атомную бомбу не клепает. И дальше, дальше, не делает этого. Она мирна. Скромна, да, послушлива. Полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Вот мы видим, друзья, что сегодня в жизни нашей мы можем брать примеры от людей, которые были до нас. Сегодня очень часто можно слышать о том, что такое страх Божий, который должен пребывать в нас. И когда у нас пребывает страх Божий, я знаю, может быть, очень много не нужно останавливаться, потому что братья очень часто об этом говорят, напоминают. И что такое страх Божий? Это, друзья, не такое трепетное состояние перед Богом. А это состояние, которое человек боится потерять общение с Богом. В семье, к примеру, муж, жена, они боятся потерять отношения друг с другом. Да? Отношения с родителями, отношения с церковью, отношения с Богом. И вот здесь присутствует такое состояние, которое приводит, как мы читаем, к миру, к послушанию, к любви, скромности. Вот таким качеством. То есть, покажется, что человек, который имеет страх Божий, он будет иметь мудрость. Да? Как подойти, как сделать, как поступить, чтобы не нарушить отношения с братом, с сестрой, не нарушить отношения с Богом, не нарушить отношения с Библией, да, с Словом Божьим. И тогда, когда у нас это есть, то человек мудрый, он своим поступком, своей жизнью, он как бы приобретает плоды. Да? Плод в мире сеется у тех, кто хранят праведность. То есть, они праведно поступают. Здесь можно сказать, что привести это место Писания. Устами исповедуют ко спасению, а сердцем веруют праведности. Здесь сегодня также немножко искажено понимание, что такое сердце. Ну, часто можно слышать, вы там не смотрите, как человек там одет, вы не смотрите, как он там ходит, как он говорит, вы не смотрите на его поведение, на его жизнь, посмотрите в его сердце. А поскольку человек в сердце не может посмотреть, то его сердце знает Бог. И получается, что все мы безучастны в спасении друг друга. Но сегодня мы прекрасно понимаем, что что значит сердцем веруют к праведности. У человека мысли праведные, у человека помышления праведны, у него поступки праведны, у него жизнь праведна, у него одежда праведника, у него, то есть, если сердцем праведности, то там все будет праведно. Почему? Потому что и сердце исходит. Если сердце праведное, то и сердце исходит праведные мысли, праведные желание. У человека уже не будет из сердца исходить мысль соблазнять. У человека не будет исходить из сердца мысль быть преткновением. У человека не будет исходить из сердца мысль почему? Потому что в нем пребывает мудрость Господня. А мудрость Господня, она послушлива. К кому? Чему? Божьему Слову. И когда человек послушный Божьему Слову, то он читает места Писания. где говорится о том, как юноша содержать в чистоте путь свой. И написано, хранением себя по Слову Твоему, Господи. Когда у человека правильная мудрость есть, он обращается к Слову Божьему. И там Слово Господне нам говорит о том, что и так жены, чтобы жены в кротосе, да, в смирении. И вообще-то нас некоторые места Писания, вы знаете, просто удивляют. Удивляют в жизни, удивляют в познании, удивляют в понимании людей. Я как-то проводил это место Писания, когда мы читаем такое место, где Слово Господне говорит, что вы искуплены не золотом, не серебром. И каждый из нас понимает, что никто из нас Богу не заплатил, ну, ни цента, правда же, ни золота, ни серебра. И это мы четко понимаем, что вы куплены не золотом, да, не серебром, нет, нет. И здесь мы четко понимаем, нет, нисколько, кажется, ни копеечки, ни центика, ничего нет. А когда мы считаем место Писания, украшение в вашем да будет не плетение волос, не золотые наряды, не. Да? Отвечаем сами себе. И здесь мы начинаем допускать. А, да, Слово Господне говорит, не. Точно та же, как Слово Божие нам говорит, вы куплены не золотом, не серебром. И мы здесь сто процентов говорим, нет, да, точно, ни капельки, нисколько. А здесь, смотрите, уже какая мудрость приходит, да, или душевная, вот, или земная, где мы начинаем себя допускать. Начинаем искать места Писания, вот, и дальше, и дальше. И даже не пренебрегаем Ветхим Заветом. Почему? Когда мы говорим о благодати, мы говорим, не под законом, не по Ветхому Завету. А как только душевная приходит мудрость, да, или еще какая-то, то если нужно, мы к Ветхому Завету прийдем, значит, да. Хотя мы не отказываемся. Мы та же пользуемся Ветхим Заветом, да, и некоторые примеры берем с Ветхого Завета. Сегодня будем говорить о некоторых примерах Ветхого Завета. Но иногда удивляемся с людей, которые только исполняют Новый Завет. Мы под благодатью, мы не под законом. И, впрочем, Библия нам не нужна. А как только нужно защититься какими-то своими желаниями, оп, разу они перескакают уже и туда. Поэтому сегодня, друзья, мы видим, что вот мудрость, она скромна, она послушлива, послушлива Божьему Слову. Вот, если сказано нет ни серебром, ни золотом, ни драгоценной одеждой, ничем другим, значит, нет, значит, нет. Значит, так говорит Священное Писание. И мудрость, она послушлива. Она послушлива Божьему Слову. И мы видим, друзья, что вот, когда все-таки с Богом нельзя поступать, хотя мы читаем такие места Писания, что вы друзья мои, если исполняете заповеди мои. Но, вы знаете, с другом можно подойти, похлопать по плечу. Но, как вы думаете, вот можно подойти к другу, как ко Христу, и просто похлопать его по плечу? Мы иногда, ну, так, в человеческой наивности думаем, ну, да, а что здесь плохое? Но, когда мы смотрим на некоторые примеры Библии, то, вы знаете, там до этого не доходило. Они, как только видели Бога, они что делали? Они падали. Ниц, и говорит, что Иоанн, помните, говорит, и я упал, как потерявший сознание. Тут по плечу уже не похлопаешь. Да, тут, Господи, как живым остаться? За Маноем мы читаем. Он только ангела увидел с женой. И когда ангел вознесся, они упали и кричат, все, погибнем. Ангела видим. По плечу не похлопаешь. Ангела даже. То есть, вот присутствие небесного, при встрече с земным, человек видит настолько большую разницу, он настолько видит себя, ну, мелким, жалким, несчастным, ну, еще можно что-то сказать. И в то же самое время он видит святость, величие, да, Бога. И вот здесь также нас приводит к страху, друзья мои дорогие. Знаете, не к такому понебратству. О, Христос, привет, значит, там. Или как. Вы знаете, это тот псалом, когда мы поем, я хочу с тобой поговорить. Вот его можно петь с желанием помолиться перед Господом. Да? И его можно поговорить с вызовом. То есть, петь с вызовом. Я хочу с тобой поговорить. Да? Вот по-любому, да, можно, когда там, брат Николай, я с тобой хочу поговорить. Да? Вот мой тон уже о чем-то говорит. Правда, да? Вот я хочу с тобой поговорить. Вот можно так и петь. Я хочу с тобой поговорить. А можно петь, Господь, я хочу с тобой, да, помолиться. Я хочу предстать при лицо Твое, я хочу встретиться с Тобой, да, я хочу побеседовать с Тобой, я хочу Тебе открыть сердце свое. И от нашего такого желания, даже мотива, даже, друзья дорогие, от нашего внутреннего состояния, зависит, насколько действительно я хочу с Ним встретиться, насколько я с Ним хочу побеседовать, а это будет зависеть от моего понимания, кто такой Бог. И мы понимаем, друзья, чем ближе мы приближаемся к Богу, тем больше наше сердце наполняется вот этой ответственностью мудрых дел. Ответственностью, чтобы Божья благодать, чтобы Божье Слово, оно могло, как апостол Павел говорит, я хочу познать Его, я хочу познать силу воскресения Его. И мы видим, что действительно, когда люди познавали Бога, познавали Его величие, они не приходили к Богу, просто по-по-небратски, так говорят, да, в народе. Они приходили к Нему, и как Слово Божье говорит, в страхе и в трепете. Они приходили возвеличивать Бога. Возьмите даже такой пример, его можно было увидеть, ну, в крайнем случае, 30 лет тому назад, когда в автобус или куда заходила бабушка или дедушка, молодые сразу вставали место. А сейчас попробуй согнать еще. То есть, понимаете, вот, то есть, Атта говорил о том, что люди, они, они не боялись, нет, но они уважали. Они трепетали перед старшими. Поэтому вот здесь такой трепет, такой страх дает мудрость, сходящая свыше. Я уважаю Бога, Он великий, Он славный. И давайте прочитаем некоторые места Священного Писания, и мы увидим, друзья, что действительно, читаем и Даниила. Даниила, 8 главу, 8 глава книги Даниила, 16-18 стих. И услышал я от средины улая голос человеческий, который возвал и сказал, Гавриил, объясни ему это видение. И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и упал на лицо мое. И он сказал мне, знай, Сын Человеческий, что видение относится к концу времени. И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое. Это ангел. Это только ангел. Скажите, вот Даниил подошел, похлопал, да, по плечу. Ну, дружище, ты пришел наконец-то. Вот видим, говорит, как только он начал приближаться ко мне, вот все человеческое, вся наша храбрость, и все то, что мы можем думать. Здесь, друзья мои дорогие, человек теряет всякую плотскую силу. Здесь приходит что-то другое. Я не хочу нагонять никакого страха, но те люди, которые в какой-то мере в чем-то трудились, и когда они встречались с другой силой, то, я думаю, что кто-то переживал, да, и речь отнимается, и отнимается всякое движение, и ты можешь только мысленно противостать. Ты только мысленно можешь именем Иисуса Христа отражать. То есть, мы видим, что вот эта сила, она имеет внутренние духовные действия. И мы понимаем, друзья, что человек, написано, тот, кто у вас, сильнее того, кто в мире. Да, им противостоим, побеждаем, и слава Богу за это. То, что, друзья дорогие, другая сила, святая, чистая сила, мы видим, она имеет то, что такое же влияние, когда ангел Господень подходит, и чем он ближе подходит, чем более человек чувствует, что он бессилен противостать, противодействовать. Мы же там, Откровение, 1 главу, 17 стих. Откровение, 1 глава, 17 стих. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою, и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний. Мы видим, друзья, что, как вот в первом, в Ветхом Завете, да, Даниил, так мы читаем в Новом Завете, Иоанн. В Ветхом Завете мы читаем, я без чувств лежал лицом моим на земле. Иоанн говорит, я когда увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Исаия, 6 глава, 5 стих. Книга пророка Исаии, 6 глава, 5 стих. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Вот мы видим, друзья мои дорогие, примеры в жизни людей, которые видели Господа, видели ангела. Мы видим, что все эти местописания, они говорят об ангелах, они встречались с ангелами. Кто-то встречался с ангелом лица Божьего, кто-то с Гавриилом встречался, но видишь, что все эти люди, у них как бы результат был один и тот же. Мы же это интересны, касаясь Исаии, и такая интересная информация, что некоторые люди, которые ну как-то говорят о святости, как о вообще безгрешной жизни, не просто говоря о святости, хотя мы понимаем, да, там также присутствует и это чувство, это переживание, но Библия больше всего, говоря о святости, говорит как об отделенности, потому что в полном смысле святой может быть только Бог. Только Бог в полном смысле святой, безгрешный, чистый. Мы, когда говорим о святости, мы говорим об отдаленности от мира, от греха, от порока. И поэтому сегодня для нас очень важно, чтобы мы наследники вечной жизни могли действительно понимать, что люди, живущие на этой земле, если Бог, хотя те слова сказаны в неканонических книгах, о том, что Господь усматривает недостатки даже в ангелах. Но, я думаю, никто спорить не будет, что если Господь посмотрит на нас, то Он найдет нам что сказать в наших каких-то неправых мыслях, чувствах, переживаниях. Поэтому мы видим, что некоторые говорят о том, что пророк Исаия, он начал пророчествовать только после шестой главы. Но, когда мы читаем первую главу, то мы видим, там уже было пророчество Исаии. Ну, друзья, это нам, так сказать, не дает ни пользы, ни радости, но мы видим, что когда действительно человек любой, пророчествующий ли он, или Иоанн, который лежал на груди у Христа, и другие люди, которые имели общение с Богом, но мы видим, что в присутствии Бога, в присутствии небесных жителей, они не только имели страх, знаете, такой внутренний, но они переживали страх и чисто по плоти. И поэтому мы видим, что вот этот страх Божий, вот этот страх Божий, чтобы угодить Богу, чтобы свято ходить перед Богом, он является только началом мудрости. Это только является началом мудрости. И мы видим, насколько Господь велик, насколько Он свят, насколько Он чист, что человек, который не имеет страха Божьего, он никогда не сможет приблизиться к Господу. Человек, который не имеет Божьего страха, он никогда, друзья, дорогие, не сможет иметь присутствие Бога. Хотя, я как-то рассказывал этот случай, и приходилось даже на братском говорить некоторые вещи о том, что в жизни пастора моей юности был случай, он лично мне рассказывал, когда в одном из городов как бы были такие прославленные пророки, он просто поехал, не знаю, зачем он поехал, но он поехал конечно, поставить нужды какие-то, что-то. И после того, когда было некоторое пророчество, они пообедали, и он увидел некоторые отношения этих сестер к нему как к брату, их слова, их высказывания, их желания, которые выходили из их уст. И когда он их обличил, они сказали ему, так ты что хочешь сказать, что мы говорили тебе неправду, он сказал, вы знаете, вы сказали правду, но Бога с вами нету. То есть тот же самый вопрос, Господи, не твоим ли именем мы пророчествовали, а не сказали правду. Вы знаете, есть одна проблема, я недавно говорил о том, что некоторые люди думают, что находясь в церкви, это мы находимся в молитвенном доме. И об этом говорил уже, друзья. И это большая ошибка многих людей, которые думают, что находиться в церкви, это находиться в молитвенном доме. А вышли с молитвенного дома, уже не в церкви. Друзья, мы в церкви, в дороге в церкви, потому что церковь это есть тело Иисуса Христа. По пониманию некоторых это так. Они пришли в молитвный дом, они в тело вошли Христа. А вышли с молитвного дома, они вышли из тела. Друзья, мы находимся в теле и в молитвном доме, и в своем доме. Мы находимся в теле Господа и в лесу, мы в теле Господа находимся и в дороге, и в теле Господа в тюрьмах братья находились, они находились в теле Господа, и на свободе, они были в теле Господа. А иначе пришлось бы Господу вознесение церкви, должно было бы быть только, когда люди все собраны в молитвном доме. А мы знаем, что вознесение церкви будет написано двое у постели, двое у жернов, то есть они были в церкви, они были в теле Господа, на работе. И поэтому мы видим, насколько вот эта премудрость Божия, которая дарована нам, что мы могли понимать, Господи, Ты нас не оставляешь нигде и никогда. В дороге или мы, с нами, в лесу Ты тоже с нами, на работе Ты с нами, Ты неоднократно хранил, оберегал, даешь силы. И когда идем в молитный дом, мы тоже, Господь, с тобой, мы тоже в тебе. Только там мы практику проходим, а здесь у нас занятия. Здесь мы учимся, а там мы практику проходим, как в училище. В училище есть какое-то время, теория идет, а потом их отправляют на практику. Вот мы на практике, дома практика, на работе практика, в дороге, в лесу, везде практика. Поэтому сегодня, друзья, вот очень важно понимать, если мы, люди, желаем быть мудрыми, тогда мы должны пребывать в страхе Божьем. Это только начало мудрости. И дальше Господь будет помогать нам в нашей жизни, в наших путях, исполнять Его волю, исполнять Его Слово. Поэтому сегодня это очень важно. и я хочу сказать, что одна из самых больших проблем сегодня это потеря Божьего страха. Когда моды этого мира, они завладели сердцем людей, они стали превыше, чем вопрос силамудрия. И многие другие вещи, они стали выше, чем страх Божий. Почему? Потому что у людей есть поклонение. Люди поклоняются не только одному Богу, а поклоняются еще очень многому башкам. Еще есть очень много тех поклонений, где люди поклоняются тому, что Богу противно. Но человек, который имеет мудрость, сходящую свыше, он начинает понимать, что ему нужно, что нельзя. И вы знаете, что страх Божий и мудрость Господня, она сразу же дает право отличать, что чисто от нечистого, что святое и не святое. Это есть отделение наше, где святой освящается, правильный творит правду еще, а святой освящается. То есть это закон Божий, который действует в сердцах народа Божьего. Мы можем привести пример, когда человек потерял страх Божий, а когда он потерял страх Божий, он потерял и мудрость, сходящую свыше. Это будет вторая книга Параллепоменон, вторая Параллепоменон, 26 глава, 16 по 21 стих. Но когда он сделался силен, возгорело сердце его, на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господен, чтобы воскурить фимиам на алтаре Кадильном, и пошел за ним Азария, священник, и с ним восемьдесят священников Господних, людей и отличных. И воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе Озия кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил без закона, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он, на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священника в доме Господнем, у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник и все священники. И вот у него проказа начали его, и понуждали его выйти оттуда, да, оттуда, да, и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был цар Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня, а Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. То есть мы видим, что когда отсутствует страх Божий, приходит гордость. А когда приходит гордость, человек лишается рассудка. И мы видим, что то, что он позволил к себе, раз он царь, значит, все ему позволительно, видим, это не так. У царя есть своя работа, у священников есть своя работа. И поэтому сегодня мы видим, как много людей, которые стали на такой интересный путь, которого раньше вообще-то и не было. И об этом не слышно было. Но сегодня мы видим человек, который там организовал какую-то группку, он уже пастырь, он уже священник, он уже священодействует. Хотя мы видим, что это служение, оно должно проходить через возложение рук священства. И это очень важно. Это Библия так говорит, Священное Писание так говорит. Когда люди возгордятся, когда люди нарушают Божье Слово, они сами на себя берут такую роль. И мы видим, что часто эти люди они теряют и жизнь, и здоровье, многие-многие вещи. Я мог бы проводить сейчас многих имена, я не хочу этого делать, но есть эти факты, когда люди действительно принимали на себя такую не от Господа, потому что написано, кто подвязается, но незаконно, тот не увенчивается успехом. И мы видим, что были в жизни и есть эти люди, и они заканчивали свою жизнь очень-очень нехорошо. Почему? Потому что то, что они делали, не Бог им даровал. Они сами брали на себя ответственность, когда Бог дает через откровение Духа Святого, и поставляет, так Дух Святой имеет право снять. Дух Святой поставляет, и Дух Святой снимает. И у нас есть, да, такие случаи, есть такие примеры, также можно было сказать и пророчество, и откровение, и называть имена, тоже этого не буду делать, но это есть в жизни, когда Дух Святой говорит служителю, что свершенство твое ушло от тебя. И говорит примеры или чему оно ушло. Поэтому сегодня, друзья, очень важно иметь мудрость, очень важно иметь страх Божий, очень важно уподобиться и быть мудрыми девами, чтобы быть готовым встретиться с Господом. Итак, итог сегодня этой беседы страха Божьего – Экклезиаст. Экклезиаст, 12 глава, 13-14 стих. Выслушаем вслушно всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог проведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Вот это очень важно, дорогие братья, дорогие сестры, чтобы мы в жизни нашей имели это качество. Почему? Потому что если не будет Божьего страха, придет что-то другое, придет другое, придет человеческий страх, придет суета, придет паника, придет, как апостол Павел говорит, а я теперь со слезами говорю, что некоторых Бог чрево, и слава их сраме, они мыслят о земном. Итак, друзья, мы видим, что сегодня в жизни для нас, как и в древности, мужи благовейные, они, когда удостаивались предстоять при лицом Божьем, они впадали в такой большой трепет перед Господом. Они переживали, они чувствовали, друзья мои дорогие, как Бог влагал в их сердце мудрость, благословение и радость. Да благословите на нас Господь, чтобы мы также, как и Слово Божие нас учит, будем бояться Господа. Будем ходить в страхе перед Господом, бояться нарушить заповеди Его, бояться нарушить Его Слово, ничего не добавлять, не убавлять, но быть теми мудрыми девами, которые желают встретить Господа. Следующее, о чем мы будем говорить, друзья, это паника. Что такое паника? Паника, друзья, это тоже тот же страх, только плотской. Знаете, есть люди, которые паникуют. А что будет завтра? А что будем кушать? А как будем жить? А как будет дальше? А как делать дальше? А что делать? то время, когда человек, который имеет страх Божий, он упывает на Господа. И Господь все сделает в свое время. Все сделает в свое время. Поэтому сегодня нас очень важно. Вообще-то страх человеческий, он говорит, не убегай назад. Страх человеческий, если его перевести, не убегай назад. То есть, и вот паника, это тот же. И мы видим такой пример, который читаем в книге Иисуса Навина, в первой главе. И вы помните, как Моисей давал ему наставление, и что он говорил, только будь тверд и очень мужественный. Только будь тверд и очень мужественный. Да, видите, здесь мы читаем, тверд и очень мужественный. И тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей раб Божий. Поэтому, друзья, мы видим, что вот здесь очень важно, и мы, как дети Божии, читаем даже римлянам 8 главу 15 стих, который говорит нам о том, что мы не приняли духа рабства, чтобы жить опять в страхе. Вот вы заметили, что есть страх Божий, да, он приближает Богу, а есть страх человеческий. Человек не уверен, спасен, не спасен, прощен, не прощен, спасусь, не спасусь, простил Господь, не простил. То есть, вот такое паническое состояние. И, конечно, друзья, такой человек, у него никогда не будет радости, у него никогда не будет твердости, у него никогда не будет веры, у него никогда не будет послушания. Почему? Потому, что, когда мы читаем, вот, касаясь, ну, вот, мы читаем сейчас римлянам, потому, что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. И дальше сей самый дух свидетельств и духу нашему, что мы дети Божьи. Конечно, в каждом человеке есть переживания по отношению к Богу. Господь, я хочу угодить тебе. Но, когда мы читаем эти места Писания, да не отходит себе книга закона от уст твоих, да, но поучайся в ней день и ночь, тогда ты будешь успешен. Когда апостол Павел Тимофеев говорит, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, так поступаем, себя спасешь и слушаешь их тебя. И, когда мы читаем все места Писания, особенно, я советовал бы читать римлянам, начиная где-то шестой главы, шестая, седьмая, восьмая, мы видим, как апостол Павел, который был человек подобен нам. И, действительно, когда он находился в состоянии человека ветхозаветнего верующего, когда он говорил о своих преимуществах, говорит, иудеи от иудеев, по учению фарисей, учился у ног Гамалиила, в законе, друзья, он был, так бы сказать, праведником, но когда в сердце его приходили какие-то мысли, смотрите, какие переживания он высказывает в шестой главе, какие переживания, он говорит о том, что внутри желание добра есть, а сделать онное нету силы, то есть, вот это человек ветхозаветний, потому что ветхий завет он там через эти жертвы было прощение греха, но там не было победы над грехом, там было прощение, но, друзья, дорогие, грех не умышлялся в человеке, и получалось так, люди грешили, чтобы приносить жертвы, и приносили жертвы, чтобы дальше грешить, вот эту жизнь, если бы жертва давала прощание, то не нужно было бы, приносить. Но когда мы читаем теперь о жертве Иисуса Христа, и когда мы читаем подобно пророку Господнему, который, помните, на горе собрал весь народ Израиля, и говорит, если вал есть Бог, ему поклоняйтесь, есть Господь, Господь. И потом, если мы обращаем внимание, вот его слова, его подход к Богу, и говорит, Господи, я все сделал, по слову Твоему. Изекия молится, Господи, я от юности ходил при Тобой преданным сердцем. То есть, вот обратите внимание, подход этих людей. Поэтому сегодня мы говорим, Господи, мы сделали все по слову Твоему. А что мы сделали? Покаялись, исповедались, крестились. мы все сделали по слову Твоему. А потом, Господи, ты сделал по слову Твоему. Если я не пойду, утечитель не придет к вам. Если я уйду, то утечитель придет к вам. И я пошлю. И он послал, крестил нас с Духом Святым. И сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Друзья, ну, какое еще утверждение нужно? Конечно, единственное, теперь, об этом мы часто говорим, теперь я должен очень хорошо себя знать, чтобы в моем сердце не было живущего во мне известного мне греха. Да? Чтобы в живущего известного мне греха не было в моем сердце. Может быть такое, что мы что-то не знаем? Конечно, может быть. Может быть. Вы знаете, беседуя, вот сейчас вот даже там вот в Финляндии, Новая Церковь, и когда вот беседуешь с некоторыми вопросами, да, а мы этого не знаем, а мы этого не знаем. А из-за этого есть переживания какие-то. Вот. И поэтому и Писание говорит, и апостол Павел не зря же сказал, что я не упустил возвестить вам всю волю Божию. И это продолжалось сколько? В училище, кто помнит, сколько лет? Три года. Три года. Говорит, я со слезами три года учил. Вот. Сегодня нам кажется, он уже год верующий, уже что-то знает. Апостол Павел три года учил. И говорит, а теперь я чисто открою всех вас. Пожалуйста, теперь вы знаете все. Вы знаете, как жениться, вы знаете, как выходить замуж, вы знаете, как семейно жить, вы знаете, что такое Дух Святой, вы знаете, что такое победа, вы знаете, что такое грех, вы знаете все, вы знаете все, как вы должны жить. Говорите, а теперь вы, даже если неправильно поступите, то я чист, я вам возвесил всю волю Божию. Поэтому сегодня, друзья, очень важно, когда мы знаем вот эту волю Божию, сатана будет приходить, будет приносить нам панику, ты не спасен. И мне приносил он это, а я ему говорил, ты смотри, как же ж ты заботишься о том, чтобы я был спасен. Если он приносит мысль, что ты не спасен, значит, мне что нужно? Мне нужно что-то делать, чтобы спастись, да, правда же? Если человеку говорят, слушай, ты вот что-то, значит, он должен заботиться. Какой же ж ты заботливый? Как ты заботишься о том, чтобы я был спасен? Я скажу вам один секрет. Человек, который не спасен, дьявол никогда ему не скажет, что ты не спасен. Он наоборот ему будет говорить, спасенный, никаких проблем, вперед, да ты спасенный, все нормально. Да, и грехи твои не грехи, Бог милостив, Он любящий, Он любит тебя таким, как ты есть, не переживай, вперед. А когда приходит, и Он приносит, да ты не спасенный, да ты не прощенный, слава Господу, и спасенный, и прощенный, это Его уже. Он так заботится о нашем спасении и о нашем прощении. Он так хочет, чтобы мы свято жили. И поэтому заботится о нашем спасении и о нашем прощении. Поэтому сегодня, друзья, очень важно, вот эта паника, вот она приходит в нашу жизнь, она физически влияет на человека, она духовно влияет на человека. Помните, я рассказывал тот случай, этот случай рассказал брат Степан Деменчук. Когда он встретил две сестры, одна была, говорит, ну такая, на лицо уже прожившая жизнь, трудности, проблемы, и другая по лицу была помоложе. И он обращается к той, которая, ну как по его мнению, и говорит, или к той, я сейчас, друзья, не помню, ну в общем, кого-то называет, ну это твоя мама. Да нет, говорит, моя мама вот, показывает на, по лицу помоложе. Как это так? Говорит, вот это так. И проводит пример. Сидим, говорит, там на вокзале, летят самолеты. Все, говорит, я уже бегаю. Ой, ой, летят, ой, бомбить будут, ой, ой. Говорит, а мама моя сидит спокойно. Говорит, доченька, а может они мимо пролетят? А может они и бомбить не будут? А я, говорит, уже все. Я уже все. Смотришь, они мимо пролетели. И мама говорит, сиди спокойно. Говорит, а может они мимо пролетят? А может быть они не будут бомбить? То есть еще только чуть что-то, человек уже начинает. Все. Он уже не спокоен, он уже бегает, он уже мечется. А смотришь. И поэтому действительно она так бывает. Ну когда она придет уже лицом к лицу, ну тогда уже нужно что-то. А зачем наперед? Зачем наперед это все? Но мы люди, вы знаете, каждый у нас свой характер. А вот Слово Божье говорит, чтобы у нас этого не было. Но чтобы мы научились во всякое время уповать на Господа. Ну какой толк с тех переживаний, которые вот мы на себя там 10-15 минут, 20 минут начинаем нагонять. А кто-то и? Да, есть переживания. Да, есть переживания. Я не знаю, как у других. Мне когда собираться в дорогу, у меня обязательно есть какие-то переживания. Да, а как там в дороге? Да, а как? Особенно, когда на машине. Да, еще неизвестная дорога. А то иногда в город въедешь, не знаешь, где направо, где налево. Да, ну хорошо сейчас есть это, которое подскажет. И мы ехали в Германию с этой штукой, которая нам подсказывала. За Валгу заехали, в лес повернули. Она говорит, вот вы прибыли в пункт вашего назначения. Вот и все. Вот и вами. То есть все, что сделано человеком, несовершенно. Совершенно только то, что Богом сделано. А то все несовершенно. Поэтому, друзья, Слово Божье нас учит не паниковать. Но всегда иметь общение с Господом, любить Господа, служить Ему. И мы читаем Иоанна, 4 главу, 18 стих. Совершенная любовь изгоняет страх. Совершенная любовь изгоняет страх. Вот, друзья, рецепт. Любовь к Богу. Почему? Потому что мы знаем, друзья, мы в руках Господних. Мы в руках Господних. Будут враждовать, но не будут иметь победы. Много будут восставать, но если Господь не попустит, друзья, ничего не будет. А если Господь попустит, дорогие братья и сестры, на ровной дороге. Мы можем и руку сломать, и ногу сломать, на ровной дороге. Как говорится, по корчам будем ходить, ничего не будет, если Бог будет ходить. А если не будет ограны, то и на ровной дороге вот зацепимся за свою же ногу. Поэтому уповать на Господа, это большое счастье, и дохранит нас Господь, чтобы паниковать. Вот такое у нас есть, может быть, причина. Что нам делать? Псалом 36, 5 стих. Псалом 36, 5 стих. «Предай Господу путь твой, и Он его совершит». Совершит. А так, что будет завтра? А как прожить? Любит ли меня Бог? Не любит ли Он меня? И дальше, и дальше. Прощен, не прощен, спасен, не прощен, друзья. Это паника. Господи, я все сделал по слову Твоему. Ты меня нашел в этой жизни. Ты меня привел. Ты меня хранишь. И до сего места Ты помог. И Ты не оставишь. Ты начатую жизнь в нас сохранишь, проведешь до конца. Опять, если мы будем в страхе Божьем, если будем послушны Господу. Здесь мы все понимаем, что вот наше спасение дальнейшее. Спасенных. Нас спасенных. Спасение. Оно условное. Какое условное? Если пребудете во мне, спасенный человек, если пребудет во Христе, если соблюдете заповеди мои, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Это будут условия. Если любите, я вас спас. Вы получили спасение. Без золота, без серебра. А дальше, если будете любить, если будете послушны, если будем исполнять заповеди Господни. И Господь, друзья, выйдет навстречу и поможет нам в нашей жизни. Поэтому предай Господу путь твой, и Он его совершит. Следующая проблема, которая может быть в нашей жизни, и чего не должно быть, это суета. Суета. Заботы житейские. Ну, Псалом, 4 стих. 4 Псалом, 3 стих. Псалом, 4, 3 стих. Говорит, доколе будете любить суету? Ну, многие братья приводят в пример, как Христос сказал Марфе, Марфа, Марфа, много ты суетишься. Я думаю, что нам вообще-то нужно знать причину. Сегодня, к примеру, свадьба. Скажите, каким блюдом сегодня можно удивить людей? Ну, молоком птичьим, что ли? И то в коробках есть, да, птичье молоко, конфеты такие. Ну, вот чем можно сегодня удивить? И вы знаете, хорошо, когда люди скромно, ведь цель покушать, насытиться. А есть, друзья, дорогие, суета. Спрашивают, сколько блюд было на той свадьбе? двадцать три, двадцать три, у меня должно быть двадцать четыре. И вот выдумывают налистники, эти тоненькие блинчики, да, с маком. Были? Были, так. Ну, с орехами нужно сделать, с медом нужно сделать. Тоже были, да? Так и даже. И вот начинают выдумывать, выдумывают. потом оно все, половина остается. И если не раздадут обиды, и молодым в конверте, это факт, вот, где такие столы обильные, молодые открывают конверт, думаю, там же в конверте должно что-то быть, а там такой неприличный рисунок. Ничего там нету, там денег нету, но на бумаге неприличный рисунок. Знаете, иногда друг другу так рукой что-то отдают. Вот. А люди суетились, суетились целыми днями. Вот это суета. Поэтому, касаясь Марфы, вот что она там суетилась, а может действительно, ну, было что покушать, и Христос и сказал, потому что если сегодня мы нашим сестрам будем говорить, сестры, да не суетитесь вы. Один из братьев сказал, дорогие сестры, если бы не вы, ну, то наше братское было бы до вечера, ну, не знаю, два дня, три дня, и мы бы бегом по домам бы поразбегались бы. И сказали бы, Марфы, не суетитесь. Да? Сказали бы так, и вот один из братьев, такой мудрый, духовный был, сестры, Марфа суетилась, и вот сестра приглашает его в гости. Пригласила, и говорит, брат, я хочу тебя слушать. Вот он говорил, 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 все же у ног его там, ну, условно так, да? Ну, ну, все, давай помолимся, будем спать. Вот. Проснулись, а утром она встает, брат, я опять хочу слушать. В общем, он слушал, слушал, а потом, говорит, сестра, а она говорит, так, а ты же сам проповедовал, чтобы Марфы-то не суетились. Вот я избрала благою часть, и тебя пригласила, чтобы ты эту благою часть. Вы знаете, что такое суета? Слово Божие говорит, смотрите, ничего не делая, что? Суетятся. То есть, это, знаете, можно подавать такой вид, но такой работяга, а смотришь, ну, ничего не получается. Ну, если жена пришла на кухню, приехали гости, да сготовила там борща, кастрюлю, да, да, сготовила там каши или что-нибудь второе, картошки, да подала что-то, это же не суета. А, конечно, если там начнет всякие там, кто его знает, что, а гостям нужно сготовить, чтобы они голодными не были, и все нормально. Поэтому иногда вот эти примеры там, вот, ну, нужно посмотреть, и мы не знаем, друзья, знаем действительно, что Марфа, она, видать, хотела очень большое угощение, поэтому Христос ей сказал, что Марфа, ты суетись, и обратите внимание, о многом, о многом. Ну, я позволю себе сказать, наверное, по-украински хотела все сделать. Это на Украине, брат молится, я знаю этого брата, я знаю этот случай, но так, где-то килограмм сто с лишним. Говорит, а столы, уже там, уже не 32 блюда, наверное, больше. Говорит, Господи, благослови наши немощные тела, и на столице крохи. Вот. Да, наши немощные тела, и крохи на столе, крошки там, это уже крошки. Вот. Поэтому, друзья, а Слово Божие нам говорит о том, чтобы суета может быть за столом, суета может быть в дороге, суета может быть в работе, суета может быть во всем. Когда человек, вот, ну, как бы, вроде-то и занятый, вроде-то целый день что-то крутился, а когда смотришь, что сделал, а ничего не сделал. Там поговорил, там проболтал, там еще что-то, там вид создал, там еще, а когда к делу пришлось, и ничего не. Вот это суета. Говорит, суетятся, ничего не делают. Таких даже, говорит, на замечание можно брать. Которые суетятся, ничего не делают. И это суета. Это, друзья, дорогие, очень так печально. Но, когда люди говорят к удивлению, говорит, а зачем эту одежду гладить? Стирка, глажение, готовить пищу. Затем это суета. Ну, я не знаю, друзья, может, я не прав. Ну, я встречал такие вещи, когда люди говорят, а что это стирка, сглажение это? Зачем это суета? Ну, я не знаю, если бы мы одели рубашку или брюки прямо со стиральной машинки. А еще говорит, стирка, суета, значит, глажение, суета. Ну, давайте будем носить брюки, там, юбки, неглаженными и грязными. Да, год, два, три. Ну, еще пару месяцев в молитвном доме можно было бы посидеть. А потом можно было бы всем посидеть. Вот. А потом и никто бы не зашел бы. Я думаю, что здесь вот что-то есть другое, друзья. Конечно, есть такие вещи, которые там чересчур что-то. Ну, а то реальная вещь. Готовить, кушать, стирка, глажение, да, чтобы было аккуратно. Ведь христиане должны быть не так дорого одеты, как должны быть аккуратными. Чистыми и аккуратными. А как они будут чистыми, если стирки не будет? Ну, может быть, кто-то имеет такую в виду, вот, одел я сегодня рубашку, ну, все уже, должен вечером прийти, бросить ее в стирку. Ну, конечно, этого не делаю. Одел я сегодня, еще, может быть, пятницу ее одену. Ну, что, я одел, вот, побыл я два часа, я пришел домой, я ее снял. Ну, что ее стирать? Так или нет, друзья? Я не знаю. Вот я не прав. Но, но зачем, зачем сегодня, да, я могу каждый день одеть рубашку, два часа одел и бросил в стирку. И что будет через неделю? Да еще нужно их и набрать, сейчас только, чтобы через варшица менять. Вот. Потом нужно шкаф, наверное, еще один, правда же? Вот, наверное, это, наверное, суета. Вот, что потом не знаешь, какую уж сегодня одеть. А что же я сегодня там? Поэтому все, всему есть своя мера, и в кушании, во всем. А, если человек чрезмерный, чрезмерный все, а то, оно есть суета. И, храни нас Господь, чтобы в жизни нашей мы имели благословение. Я думаю, что христианин, который все это делает, он должен быть время почитать Библию. Обязательно. Каждый день мы должны читать Библию. Мы должны помолиться. То есть, это всегда должно быть в нашей жизни. И утром там, и в обед, и вечером. Вот. Можно утром почитать, и вечером почитать. То есть, это все нормально. Конечно, если я утром встал и уже начинаю там бегать, не почитал, не помолился, да вечером прибежал, уже ноги еле несут меня в кровати, уснул, то это уже осуетился. Все должно быть на своем месте. Вот. Потому что лень, она тоже, друзья, Богом не благословляется. Мы читаем такое место Писания. Это притча 30-я глава, 8-й стих. Агур был такой муж, говорил, суету и ложь удали от меня. Суету и ложь удали от меня. Невщиты и богатства не давай мне, питай меня насушным хлебом. То есть, вот здесь очень важно все в нашей жизни, чтобы наши пути, они были угодны Господу и любили Господа. И еще, друзья, один вариант, и мы будем молиться. Это пресвящение. Пресвящение. Оно может быть и духовное, оно может быть и телесное. Знаете, когда люди могут говорить, а эти собрания уже надоели. Ну да, я знаю, есть некоторые церкви, в которых два служения в неделю. В воскресенье вечером, то есть утром и там в пятницу может быть вечером. Все. Больше в них служения нет. Ну, я так не привык. Лично сам я так не привык. Ну, в крайнем случае в среду хотя бы должно быть служение. Ну, а молитвы это точно должно быть. И поэтому у нас же не каждый день служения. И знаю, также есть служения, которые люди приходят утречком к шести утра перед работой собираются на молитву. Вот. Ну, больше, может, в деревне, да и в городах есть так. Вот. Ну, мы не практикуем так. Вот. Хотя, может быть, и нужно было бы. Но практика показывает, что какое-то время, да, люди относятся к этому хорошо. Потом проходит месяц-два и на эту молитву приходят единицы. То есть, зачем практиковать то, что себя не оправдывает. в деревне, да, люди корову гонали, я знаю, и приходили по сетам, шли на молитву по дороге, молились, и это каждый день, потому что корову они гнали каждый день. Хочешь, не хочешь, вставай. Хочешь, не хочешь, вот. Если когда-то в деревне в какой-то семье не было коровы, это ленивая семья была, такого даже представления нельзя было иметь, чтобы жить в деревне коровы не было. у всех была коровка, поросенок был, еще что-то было, хуси там, все, кури, да, если не было гусей, кури были там. Но все равно хозяйство было, люди вставали, выгоняли корову, потом шли на молитву. Вот. В городе немножко другая жизнь, но присыщенность вот такая духовная может быть. И я не понимаю тех людей, которые бывают только в воскресенье на собрании. И то утречком. Сказать, что они присыщены, ну, может быть, может быть, но то, что они не имеют духовного роста, это 100%. Когда человек только в воскресенье утречком, то есть, можно сказать так, он хочет быть только так, на веселе, на веселом собрании, а вот на молитвенном, да, послушать, вникнуть в Слово Божье. То есть, это люди, которые считают уже себя, наверное, достигшими, уже познавшими мудрость, или же осуященные, присыщенные и осуетившиеся. Но, друзья, дорогие, бывает так, где и апостол Павел говорил, что о некоторых я со слезами молюсь, потому что Бог их есть чрево. Бог их чрево. то есть, это кушать, кушать и кушать. И, к сожалению, конечно, есть такие люди. Поэтому, сегодня, очень важно, друзья мои дорогие, и, даже касаясь вот браков, я не знаю, там, как этот брак прошел, то есть, еще не знаю. Вот. Но, к примеру, мне очень нравится, когда люди зашли вниз, покушали, да, и спокойно они могут слушать Слово Божье, какие-то программы, что-то, то есть, там ты слушаешь. Но, когда человек заинтересован только в том, что покушать, а его уже не интересует там программа, там ничего уже не слышно. Люди говорят, едят, тарелками стучат, там, лишь бы покушать. Покушали и ушли. Поэтому очень важно сегодня, чтобы вот во всех наших отношениях у нас было ну, правильное такое состояние, чтобы те, кто рассказывает, кто участвует в служении, чтобы они, ну, не на ветер все это говорили, чтобы их можно было внимательно выслушать. Они готовили программу, кто-то стих готовил, да, кто-то какую-то сценку, они готовились. А когда они смотрят, что их забивают, и там ничего не слышно, потому что у людей желание покушать, накушаться, и все. Их дальше ничего не интересует. Тогда и тем, кто, знаете, рассказывает, ну, тоже не очень интересно. Они готовились, они что-то делали, и раз, и все. В таком шуме, в гамме, никто ничего и не понял. Что там было, что рассказывали, и о чем была суть. Поэтому, помоги нам Господь. И здесь мечтаем 1 Петра, 1 Петра, 4 глава, 3 стих. не предавайтесь, ибо довольны, что вы в пришедшее время жили, поступали по воле языческой, предавались, предавались нечистоте, похотям, да, дальше, дальше, пьянству, излишеству пищи и питьи, и нелепому идлослужению. Говорит, ели как паны, а ушли как... Да, потому что там уже не слышно, как они ушли, ну, и мир, я имею в виду, да, вот, там уже и хрюкают, там уже что-то вышли, когда пьяные понапивались. А христиане, они должны знать меру. И, обратите внимание, одно место писания, притчи, 13 глава, 20 стих, притчи, 23 глава, 20 стих, не будь между пресыщающимися мясом, не будь среди тех людей, притчи, 23 глава, 20 стих, не будь между упивающимся вином, между пресыщающимся мясом, не будь там. Пресыщение, как духовное, так и плотское. Притча 15, глава 16 стих. Притча 15, глава 16 стих. Лучше немногое при страхе Господнем. Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Ну, когда человек на ночь наберется, то ночью, конечно, будет тревога. Конечно, будет тревога. Дорогие, мы будем молиться, чтобы Господь нам помог. У нас еще остается несколько тех качеств, которые мы должны поговорить потом. Но мы видим, что вот все эти вещи, они не приносят нам пользы. Давайте я попробую закончить и это. И следующий момент, друзья, это недовольство. Недовольство. Ну, недовольство может быть во всем. То было жарко, может быть недовольство. Теперь что? Дождик. Может быть недовольство. Хороший пример брат Анатолий рассказал. Помните, да? Говорит, погода, он всегда благодарил Бога. Слава Господу за такую погоду. Вдруг ветер, дождь и ждут. Что же он скажет сегодня? Он заходит, говорит, братья, сестры, слава Богу, что не всегда такая погода. За все слава Господу. И солнце слава Господу. И слава Господу, что не всегда такая погода. Но, друзья, вы знаете, можно быть. Недовольство – это ропот. Ведь, ну, всем. И мужем, может быть, недовольным, и женой, и детьми, и дорогами, и автобусами. Ну, а что говорит Писание? Да? Смотрите, имея одежду и пропитание. Вот два качества, если есть – одежда и пропитание. И будьте довольны. Есть автобус или нет. Песчаные дороги или асфальтные. Ну, что бы то ни было. А вот имея одежду, вот, вы знаете, когда холодно, что было, чем одеться. Когда голоден, было, что покушать. Говорит, имея одежду и пропитание. А мы еще имеем, кроме одежды и пропитания, еще свой домик у каждого есть. И есть за что благодарить Господа. Но, вы знаете, человек всегда может найти, чтобы быть недовольным. Да? И то служители не такие, и члены церкви не такие, и молодежь не такая, и то не такое, и то не такое. Какое? Не знаю, какое, но не такое. Ну, скажи, хоть должно быть как. Не знаю, как, но не так. Вот. То есть, это люди-ропотники. Поэтому, дорогие, кто имеет страх Господень, тот всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притча, 19 глава, 23 стих. Притча, 19 глава, 23 стих. Кто имеет страх Господень, тот всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Вот, друзья дорогие, мы начали от страха Господнего, и мы видим, пришли тот, что есть паника, суета, пресыщенность и недовольство. И мы видим, если страха Божьего нету, то будет страх человеческий. Придет суета, пресыщенность, недовольство, а когда есть страх Господень, тогда все будет хорошо, и мы будем радоваться Господом и в дождь, и в солнышко, потому что есть все необходимое для жизни и благочестия. Написано, Бог посылает хлеб в пищу, и чтобы посеять. И мы должны быть мудрыми, должны что-то оставить, чтобы посеять, и должны скушать то, что нам для кушания. И давайте помолимся, чтобы Бог помог нам в нашей жизни. Боже наш Отец Небесный, да будет Твоим я благословен и прославлен, да будет имени Твоему сятому хвала и благодарность, и часть, и поклонение, слава.